Всем привет! С вами всё о звёздах ТВ интересно знать. Все прекрасно знают симпатичного, молодого, талантливого и перспективного актёра, которого зовут Олег Гаас. Прекрасная половина зрительской аудитории очень часто задаёт вопросы о его личной жизни. Более подробно о его личной жизни вы узнаете из этого ролика. Олег решил стать актёром ещё в девятом классе. Он был в летнем лагере и там впервые оказался на сцене. Ребята готовили самодеятельные концерты, капустники, и парень впервые почувствовал, вот оно, то, чем он хотел бы заниматься всю свою жизнь. Как вспоминал Олег позже, не поверите, у меня в груди будто бомба разорвалась и полыхнула огнём. Однако его родители не разделяли такого увлечения. Отец хотел, чтобы сын пошёл учиться банковскому делу, а мама мечтала видеть Олега пластическим хирургом. После долгих препирательств они сошлись на профессии экономиста. И после окончания одиннадцатого класса мама повезла Олега в город Санкт-Петербург поступать в институт. Но тут мешался случай. Они искали съёмную квартиру, немного заплутали. Олегу захотелось в туалет. Ничего подходящего, кроме театрального училища, поблизости не было. И они решили туда зайти. «Думаю, зайду, может буклет возьму, чтобы на следующий год всё же попробовать». Но всё как-то закрутилось. Раз и поступил. Причём без всякой подготовки. Как-то случайно. Рассказывал Олег. Так он стал студентом СПБ Гати и на четвёртом курсе состоялся его дебют в кино. В 16-серийной мелодраме «Письма на стекле», где у Олега была заметная роль. Его игру оценили и уже на следующий год ему доверили главную роль в комедии «Полное превращение». А после получения диплома пригласили сразу всем кинопроектов, в том числе на роли главных героев такие фильмы, как «Нити судьбы» и «Любимая учительница», которые принесли Олегу широкую известность, любовь зрителей и, конечно же, узнаваемость. Примерно тогда же его стали преследовать слухи о многочисленных романах с коллегами по съёмочным площадкам. В «Любимой учительнице» это были Анна Адамович и Анастасия Шульга. Появились даже статьи о том, что на последнее он женился. Кстати, с Анной Адамович они вместе снимались также в сериале «Нити судьбы». Если вы не видели этот прекрасный фильм, всем советую посмотреть. Там такой просто бомбический актёрский состав. После слухов о свадьбе, свадьбных фотографий так никто и не увидел. Вскоре появилась информация, что у Олега во время съёмок «Нити судьбы» возникли отношения с актрисой Евгения Розанова. Сами актёры очень долго скрывали этот факт. Но недавно Олег всё-таки рассказал общественности, что с Евгением они давно живут вместе. Пара планирует пожениться и, конечно же, обзавестись детьми. Как говорит Олег, живём вместе, снимаем жильё. Планируем пожениться и родить детей. Евгения немножко старше меня, как и моя мама была немного старше отца. Он признаётся, что мечты сбываются. Когда-то он и мечтать не мог о такой жизни. О том, что переедет из родного Омска в Москву. А сейчас он очень популярный и востребованный актёр в кино. Также состоит в трупе главного театра страны «Мхат» имени Чехова. Живёт с одной из лучших девушек, которую называют королевой. Они много путешествуют. На новогодние праздники молодые люди отдыхали в Турции. Осмотрели Стамбул, а потом отправились на юг, в Аланию, которая славится изумительными песчаными пляжами. В настоящее время Олег работает над продолжением сериала «Шифр», где играет сотрудник Амура Кима Вершинина. А также над главной ролью боксёра Макса в спортивной драме «Регби». Эти оба проекта пока находятся в производстве. И выйдут скоро на экраны уже в ближайшие месяцы. Желаю Олегу побольше новых интересных ролей и всего самого наилучшего. И вам, дорогие мои, желаю тоже всего самого наилучшего и всего доброго. Спасибо огромное за внимание. Всем удачи, любви, счастья, добра и мира. Берегите себя и своих близких. До новых встреч, до новых роликов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok